Всем доброго времени суток, мои многоуважаемые зрители. Канал Лясик. Влада А4 предали Глента Кобяков по просьбе Егорика. Я не понимаю, какого хрена здесь Егорик. Я, да, я читаю комментарии, и я знаю то, что вы пишете, что это все вранье. Что это все не по правде. Я надеюсь, что будете, ну, как бы, понимать, что это не по правде. Да я понимаю, что это не по правде. Но у меня есть сомнения некоторые. Я не понимаю. Почему здесь 58 тысяч лайков? Если это вранье, то откуда здесь лайков столько? Может, это правда, и вы просто ошибаетесь на самом деле? И на самом деле, Лясик у нас вообще какой-то Иисус, который знает все о всех. Ладно, второй канал, там уже вышел CSGO только что, и GTA 5 RP. Дуйте смотреть, мы играем на Вайнвуде, и вообще залетайте по промокоду там. Короче, вам бесплатно бабло дадут. Окей, давайте посмотрим. И, в принципе, поймем, что здесь, чем естся, и понимать нужно, как бы, в принципе. Всем привет. Глент и Кобякову предали Влада А4 и встретились с его конкурентами Егориком и Лехой, которые, в свою очередь, объединились и являются теми самыми создателями беседы хейтеров, которые обсуждаются детали запланированного нападения в ближайшее время. Вот напишите, напишите, откуда здесь столько лайков, может быть, это все-таки правда, и вы меня обманываете сами, говорите, что это все неправда, а может, это все правда. Ну, типа, вы мне объясняете, но лайки показывают другое. 58 тысяч лайков, 58 косарей. Я не знаю, кому тут уже верить, Лясику или моим зрителям, но моим зрителям я больше все равно верю. Но в то же время я не понимаю, почему здесь 58 тысяч лайков. Объясните мне, объясните. Кто, они получили новые айфоны, а также, почему К4 в ангар уближается... Так, окей, у нас здесь сюжет, как он говорит. Влада А4 предал Гленту Кобякову по просьбе Егорика. Хорошо, слушаем. Время нагрянут правоохранительные органы. Об этом и многом другом расскажу вам уже сейчас. Короче, мы приехали сегодня к Лехе для того, чтобы он нам сделал свой офигенный рум-тур по своему дому. Но перед этим успей поставить палец вверх, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, пока идет слева внизу таймер. Иначе, в течение 48 часов, пока ты будешь спать, в тебе под ухо залезет вот этот скалопендра-вампир. Вся сет за своими зубцами тебе в шею, и ты даже этого не почувствуешь. Так как она вспрыскует обезболивающее и будет... Делайте быстрее это. Надо срочно ставить лайк, а то реально скалопендра нам под жопу залезет или под ухо, и все. Здравствуйте, ребят, все. И на второй канал, если не успеете, то скалопендра вам прям в ухо залезет. Первая ссылка, и специально на второй канал. Быстрее! У вас осталось еще 30 секунд. Соги до тех пор, пока не наестся. А она, между прочим, длиной с полу руки, что достаточно много. И прикинь, она будет пить до тех пор, пока все туловище не станет красным. Вот, что остается после укуса. Как тебе? Ну все-все-все-все, я отговаривал как мог и советовал, что сделать, чтобы она к тебе не припазла. Кто хочет испытать и быть ей неукушенным, тот выбор сделал. И вместо того, чтобы сделать все за несколько секунд, проигнорировал. А кто так же, как и я, сделал еще до начала таймера, или успел останутся в целости и сохранности. Все верно. Игнорщики, она будет у вас на шее уже в течение 47 часов и 59 минут. Ха-ха-ха. В общем-то, ребята, меня серьезно, дико бесит эта ситуация, которая происходит со 4 и что творят его хейтеры? Которые происходят в последнее время в интернете, в ютубе, в инстаграме, во вконтакте, где угодно абсолютно. Это уже совсем не смешно, я не понимаю, чего они хотят этим добиться. Вы сейчас, наверное, совсем не понимаете, о чем я и о чем, собственно, идет речь. Ну, хорошо, хорошо, давайте обо всем по порядку и с самого начала. Как вы уже все знаете, я постоянно слежу за А4 и всей его компанией. Ищу новые новости, которые с ним приключаются, и которые как-либо его затрягивают, и которым он имеет какое-либо отношение. А также, состою в беседе хейтеров А4, и там тоже слежу и нахожусь в курсе дела и всех их планов. Код из Сбербанка. Код из Сбербанка. Код из Сбербанка, который они намереваются свершить. Да и просто смотрю, что они там обсуждают. Да. Ну, в общем-то, все в таком духе. Ну, я понял принцип. И именно по этой причине я сижу в разных пабликах о Ютубе, во всяких новостных источниках, а также подписан на множество каналов. Потому что именно там всегда и появляются какие-то новости о блогерах и т.д. и т.п. И да, несомненно, так и есть. Ведь именно там мы можем узнать, кто от кого забеременел, кто с кем поженился, и кто с кем сделал карлаборации. Карлаборации. Ха, карлаборации. И на самом деле это довольно круто, ведь проснувшись с утра или под конец дня, да и просто от них фиг делать, можно зайти в один из таких пабликов и просто листать новости. Глядишь, повезет, ты наткнешься на какую-нибудь новость, которая действительно тебе интересна и про твоего любимого видеоблогера. Но одно делает какие-то группы ВКонтакте, а другое новостные сайты. То есть малоизвестные, но и даже популярные, которые тоже подхватывают новости и делают сами о популярных видеоблогерах. И так вот, совсем недавно в интернете пронесся слух о том, что Влад А4 издевается над своей командой. Ну, как слух. Это стали замечать все больше и больше его подписчиков, смотрящие видео. Мы с вами недавно разбирали все эти слухи и пришли к выводу, что, да, это по большей части является правдой. Потому что он буквально доводит их до недомогания съемками сложных роликов каждый день. А также дает под зад, если кто плохо снимается. Ведь, как говорится, кто платит, тот и музычку заказывает. Хммм. Возможно, можно быть первым. А им ничего... Вот это я, кстати, не понял, зачем он ставил. Это же не относится к этому. Но не остается, как это терпеть. Ребятки, а вот из какого вы города? Вот реально мне... Я из Санкт-Петербурга, но я думаю, все мои зрители это знают. Так интересно, где живешь именно ты? Да, кто сейчас смотрит мои видео и где слыш... Напишите, кстати, вы реально, из какого вы именно города? Вот мне интересно, из Питера кто-нибудь еще есть, помимо меня? Ха, я знаю все из Москвы. Мой голос. Давай, не ленись и прямо сейчас спускайся чуть ниже в комментарии и напиши. Я думаю, не только мне, да и всем будет интересно посчитать комментарий и посмотреть, кто где живет. Может быть, свой город таким образом видишь. Просто пиши город и все, больше ничего не требуется. Мне кажется, это просто опупенные идеи. Ведь таким образом я смогу посмотреть на карте, где живет каждый из моих друзей. И, кстати, я уже написал, мне это заняло 3 секунды. Видишь, как это просто? И если ты сможешь найти мой комментарий, что я про... Где? Мне каждому удается сделать. Ты узнаешь, где живу именно я. Так что давай, спускайся чуть ниже в комментарии. От видоса тебя это точно не отвлекет. Не отвлечет. И пиши. Если уже написал... Спасибо. Но, как я уже говорил, мало того, что об этом пишут какие-то паблики, да? Но это даже подхватили новостные ресурсы в интернете. Да, те самые, когда в браузер заходите, вкладка новостей и читаете их. Да, имена они. Уже чуть ли за это не собираются браться в правоохранительные органы, чтобы посетить его... Минус-минус какой. Т-т-т-т-т. Я вспомнил этот минус у Фейса вроде бы. ...ангар для того, чтобы убедиться, не держит ли он там свою неофициально созданную команду в заперте. Ведь все мы знаем, что порой... Чё он? Я пропустил. Я слушал песню. Музыку. ...ли он там свою неофици... чтобы посетить его ангар для того, чтобы убедиться, не держит ли он там свою неофициально созданную команду в заперте. Ведь все мы знаем, что порой бывает такое, что людей берут на работу, а это оказывается ловушка. И после этого людей привязывают цепями, наручниками или держат в закрытых помещениях, чтобы они выполняли свою работу безостановочно и забесплатно. Или шантажируют какими-то вещами, чтобы они не могли никуда деться, и никому пожаловаться. Да что там правоохранительные органы? Да же, уже все разоблачители Ютуба хотят взяться за его биографию, за его все счета и те, кто у него работает, и снимаются с целью снять разоблачение для того, чтобы вывести его на чистую воду. Но что они там хотят узнать, я даже не понимаю. Тем более он бумага, а бумага не камень, не тонет. Чего? И узнав об этом, его конкуренты на платформе только обрадовались, ведь у нас с вами уже ранее заходил разговор о конкуренции на Ютубе, а также об его соперниках, не отстающих делать такие же, как у него ролики. Ведь помимо крутого ролика, надо же заинтересовать зрителей классными в нем участниками. Те же интервьюеры берут интервью только у самых известных личностей, те же рекламные кампании покупают рекламу у самых популярных и так далее. Думаю, суть его уловили. И узнав о том, что бумага плохо относится к своей команде, они сразу смекнули, что возможно, такие условия их не устраивает. Ведь кому будет приятно, когда у тебя целый день забирают на работу, и в это время еще постоянно пинают, если что-то делаешь не так. И решили их переманить на свою сторону. Вот так Игорь, который раньше был частью команды, но потом ушел и тоже снимает ролики в похожем типаже СА4, и почти что не имеющий команды, подумал. Блин, а ведь если они станут моей командой, тогда ведь ролик... Мне точно надо высыпаться, я зеваю уже на всех трех роликов. Ждите, еще третий ролик сегодня выйдет. Ой, я устал. Будут собирать больше... А тут еще такие истории рассказывают, и я ведь слушаюсь и продумываю, типа, че? ...посмотрим, и они будут еще круче, ведь участников будет больше, а не каких-то, а самых популярных. И он, имея их номера, оставшиеся со времен, когда еще состоял в А4 продакшн, позвонил кому-то из них, или сразу двоим, и предложил встретиться. И неизвестно, что они там обсуждали. Возможно, они просто встретились и привели время как товарищи, Возможно, сняли какое-то видео небольшое, но буквально в тот же день, что Кобяков, что Глент похвастались тем, что им подарили новые, последние айфоны 12-ые, и не уточнили, кто именно. И немного спалились. Сначала Егорик снял сториз в магазине или... Это если что, у меня уведомление. Поктроники. Тут всякие гаджеты, короче, для дома сегодня купить, ааа, может быть, чехольчик для телефона, посмотрите. Кстати, хочу посоветовать вам классный... Ааа... Они реально классные. У них много чего крутого есть. Потом сториз снял Глент. Мне подарили айфон 12 про. Синенький. И я сразу приехал в... Чтобы выбрать себе клевенький чехол питака. Такой, как у меня был, только, может быть, цвет поменяю. Костян. Нифига. Чего? Такой мне уже надоел красный. Давайте выберем что-нибудь. Ооо, он этот красивый. Его и возьму. Спасибо. И всё в одно и в то же время, с разницей буквально в несколько минут. Ещё была сториза Кобякова, но он её почему-то через пару часов скрыл. Но факт остаётся фактом, что кто-то почему-то подарил им за это, за просто так, как они говорят, новые айфоны, которые они давно хотели. Ну а 4 в роликах почему-то не дарил. Вот, видимо, Егорик решил таким образом подкупить. Или же получили в качестве вознаграждения за какое-то дело или за участие в ролике. Так как они знаменитые люди и где-то снятся, порой может влететь в материальное вознаграждение. А также есть версия о том, что Егорик и есть тот самый создатель беседы хейтеров. И именно он ею руководит... Ну ты даёшь. 10 тысяч лайков и мы смотрим новый ролик Лясика. Проводит... 10 тысяч лайков, только на каждые 10к лайков. Это если... Ну вы знаете. ...бирает на 4 информацию. И благодаря его окружению получает и адреса места жительства, и координаты, а также может таким образом за вознаграждение делать ему какие-то пакости. Мало ли вдруг, когда к нему придут правоохранительные органы с проверкой ангара, вдруг там что-то найдут нелегальное. Конечно, комнаты в клеточку это вряд ли закончится, но без шумихи точно не обойдётся. Интересно, о чём он. Зависит, конечно, от того, что могут там найти. Конкуренция она такая. Все методы хороши, все методы при связях возможны. Поэтому Владу надо теперь после этого внимательно следить за Глентом и Кобяковым. Я даже не знаю, что делать. Я просто внимательно слушаю вместе с вами. И вот в голове начинаю чё-то перебирать, думать, состыковывать достаточно трудно. Напишите в комментариях. Также... Пиши, 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 напиши, я почитаю. И не пиши то, что он там врёт, не врёт. Я уже на нейтральной позиции. Я ляську и верю, и в то же время не верю. То есть я на нейтральной позиции. Я вижу, сколько здесь лайков. Вы мне говорите, что это враньё. Я не верю. Я вот просто не верю, что 58 тысяч человек реально не верят. Ой, реально... Короче, я не думаю, что он врёт. Но в то же время я ему и не буду верить. Нейтраль... Нейтралитет буду соблюдать. Смотреть в оба и садись в машину, обсматривать её, а также ставить на личные компьютеры пароль, если ещё не стоит. Дабы в нём не нашли ничего запрещённого, перечислять, конечно, не буду. Поэтому вот такие его, друзья, дела. Уж не знаю, не знаю. Действительная встреча была с какой-то злой целью в отношении бумаги. Или же всё обошлось лишь участием в ролике. Ну и такое действие, думаю, бумаги тоже мало понравится. Ведь это, считай, эксклюзив. И снимаясь у конкурентов, ты, считай, портишь всю эксклюзивность команды. И уже тем самым продаёшь А4 продакшн. А что вы думаете насчёт этого? Разочаруетесь ли вы в Гленте Кобякова, если они в один момент уйдут с канала А4 или будут сниматься где-либо? Ну да, я лично, наверное, разочаруюсь, то, что нету ни Глента, ни Кобякова, останется только А4, будет жалко-то, если они уйдут. Да, ну окей, хорошо, что дальше. Или же вы не видите в этом ничего плохого? Ну, мне лично вот бы это вообще не понравилось, так как пропадёт та самая изюминка. Так что, если не сложно, и по этому поводу напишите что-нибудь в комментарии. Ну а теперь всё, всем удачь. Короче, я нейтралитет соблюдаю, я буду соблюдать нейтралитет. Вы сами друг с другом у нас в комментариях, давайте, переписывайтесь и высказывайте друг другу своё мнение. Я это в любом случае читаю. Ты понял, скалопедра, чтобы тебе не залетело в уши и под уши в течение 24 часов. Ставишь лайк, подписываешься на два канала, на этот и на второй наш канал, по первой ссылке в описании. С вами был Бодя, спасибо тебе огромнейшее за просмотр, лайк, комментарий, всем пока, до новых роликов.